Тем же Саша Емельяненко, он там выдержал бомбардировку в первом раунде, такую неплохую. Да, потом... Потом дождался своего часа и сделал свое дело. Давайте поговорим о бое Андрея Орловского и Сергея Харитонов. Встречаются два ударника, но, к сожалению, и у Андрея Орловского и Сергея Харитонова в последнее время карьера складывается не лучшим образом. За счет чего может победить Андрей, за счет чего может победить Сергей? Да, мы болеем за россиянина, но все-таки нас смотрят и жители Белоруссии, поэтому... Но все-таки вот если брать ударный компонент, то Сергей Харитонов в последнее время получал постоянный хороший практический опыт, выступая по К1. Я просто хочу, чтобы победить чемпион снова. Я веков с этой стороны в моей руке, и я буду спать. Просыпаются и идут спать с мыслями о том, что он хочет стать чемпионом Андрея Орловского. Ну, как раз, видишь, мы говорили о с ней. Это сильный турнир ММА в последние 10 лет. Все, кто очень радует меня. Андрея Орловский сказал, когда они увидели Сергея. Орловский сказал, я не думал, что он такой огромный. Андрей Орловский удивили габариты Сергея Харитонова. Вот, прям, хорошее воспоминание для Орловского. Сергей Харитонова, Нельсон, упал. По-моему, это была последняя победа Андрея. Да, 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 абсолютно согласен. А вот Сергей добивает кого-то... Кого-то в Японии, да, что-то я... Что-то мне созреть. Да, это невозможно увидеть с ним, потому что, по-моему, какое-то другое. Была, кстати, небольшая перепалка на пресс-конференции между Андреем Орловским, Федором Емельяненко, Сергеем Харитоновым. Не будем пересказывать ее суть. Ну, да, ну, на самом деле, в принципе, что Орловский живет в Америке достаточно давно и, в принципе, является скорее жителем, наверное, все-таки Соединенных Штатов Америки, да. Ну, в принципе. По-моему, в Беларуси им даже запретили въезжать, когда вот он сделал этот двойной флаг, американо-белорусский, перед боем с Федором Емельяненко. Вот. Прекрасная композиция, под которую также Александр Паветкин выходит. Николай Емельян. Сергей Харитонов также тренируется не в России. Сергей Харитонов тренируется в Голландии. Кстати, Алистара Верима, его спросили, будет ли он встречаться с Харитоновым в финале, в случае чего, он говорит, да, проблем нет. На тренировках мы друг друга постоянно сильно бьем. Дэнмор Глиотто будет судить этот бой. Задача проста. Уронить его. Преимущество Сергея Харитона, наверное, в ударной силе, в огневой мощи. По мощнее бьет Харитонов. Они оба и к самбо имеют отношение, они оба хорошо бьют. К самбо как раз имеет большее отношение Андрея Орловского, призер чемпионата Европы по самбо. Сергей Харитонов. Сергей Харитонов, может быть, не имеет каких-то регалий, но в течение долгого времени он тренировался в лучшей, наверное, самбитской команде, которая была когда-либо в мире. С лучшими бойцами этого стиля. Ну вот, если говорить о регалиях, то у Сергея Харитонов это серебряный призер чемпионата России по боксу. Мастер спорта международного класса у Андрея Орловского боксерских регалий нет. В самбо наоборот. Орловский призер чемпионата Европы. Сергей Харитонов в самбо... Опять двойной флаг. Многого не выиграл. Опять двойной флаг. С одной стороны белорусский, с другой стороны американский. Ну, хотя вот костюм как раз цветов белорусского флага. Ударить первым задачу в Андрея. Хорошо. В принципе, да, на самом деле, в общем-то, действительно это... Да, кто первый сильно попадет, того и тапки. Андрей Орловский не побежал три года еще. Есть такая статистика мне очень приятная для Орловского. Именно по правилам ММА. Потому что он победил... Еще проводил с собой, пытался повести с собой какие-то непонятные эксперименты, как то стать профессиональным боксером. Да, провел такой непонятный бой по боксу. Самое интересное было, когда, помните, когда недавно возникли слухи по поводу того, что он будет проводить бой на территории нашей страны. Вы помните? А, да. В Челябинске, да? Да, 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 да. Вдруг так неожиданно, да? Посмотреть практически, ну, чуть выше, чуть выше только Андрей, чуть тяжелее Сергей, а размах практически одинаковый у ребят. Ну, такие, в принципе, достаточно равные по ТТХ спортсмены. Только один бой Сергей дошел до решения судейского восемь раз. Восемь сдачи, восемь технических нокаутов из семнадцати побед его. Мне со стороны кажется, что Харитонов выглядит поувереннее. Сердей всегда выглядит одинаково, по-моему. Да, я думаю, сейчас он, ну, вот я вижу его, нечто внешне он в хорошей физической форме находится. Ну, получше, чем вот как он выглядел на ТТХ1. А, по-моему, что-то как-то очень... Да, подсушился. Да, да, да. Подсушился Орловский. Видимо, на скорость надеяться. Это тоже, кстати говоря, только один раз до решения дошло. Но оба бойца по принципу дерутся или пал, или пропал. Ну, с Фабрисио Вердом, кстати говоря, Орловский до решения дошел поединок. Вот это если... Да, решение там было, ну, бой был абсолютно равный. В принципе, решение, можно сказать, что и спорное. Здесь многие люди друг с другом встречались. Вердом так вообще бился и с Федором, и с Алистаром, да? И с Федором, и с Алистаром. И с Андреем, да. И с Сильвой. И с Сергеем Харитоновым. Да, то есть Вердом-то вообще прошел через всех. И единственный, кстати говоря, кто его победил, это Сергей Харитонов. Кстати говоря, на секундочку. Потому что не стал лезть с ним в партер, спокойненько приглашал его подняться. И приглашал его подняться, когда Вердом падал на землю. Приглашал его подняться, не лесом. Нет, его вообще-то еще Андрей Орловский тоже победил. Андрей уже заговорился, заговорился. А также убил Антонио Родриго-Нагиево. Ну, я про Андрей вообще как бы остановился на том же моменте, когда сказал, что единственный бой, что это решение. Давайте вернемся на площадку. Сейчас несколько секунд и начнется этот поединок. Я думаю, не надо пропускать в едином мгновении, потому что... Итак, Сергей Харитонов, Андрей Орловский. Лол-кик неплохой. Россияне болеют сейчас за Сергея. Жители Беларуси, наверное, переживают за Андрея. Пока Орловский ведет себя в бой так же, как с Федором вел. То есть, он пытается обстреливаться. Да, вот как раз Харитонов нависает. Нависает и ждет момента для того, чтобы, наверное, контратаковать. Харитонов помедленнее. Орловский, Орловский за счет уже сгонки веса. Не за что сгонки, а за счет того, что он выглядит каким-то суховатым. Он как-то... Просто пока Харитонов еще не начал серьезную работу. Пока заставляет Орловского нервничать и принимать какие-то действия. Сейчас становится понятно, что, скорее всего, бой не продлится все отведенное время. Клинч еще не очень удачно Сергей Харитонов не чевал. Ну что ж, Орловский... Двигается, двигается, двигается. Ну, Андрей почти всегда активнее. Работает вторым номером. Только в бою с Роджерсом он не получил сам активность сначала за... А Харитонов вот сейчас постоянно так нависает. В общем-то, в состоянии готовности. В любой удобный момент начать свою атаку. Вот хорошо сейчас джебом встретил, но так легкий был джеб, но быстро и точно. Ну, Орловский с вторым номером действует хорошо. Выжидает именно удара Харитонова справа. Сергей, не понял, куда... Да, сам... Куда идет я не совсем могу понять, что он хочет. Ну, может быть, он как раз вот этим клинчем хочет его похватать, утомить немножко как раз. Забить уже туда. Бодрость вот эту сбить. Бодрость сбить, да, немножко тяжесть. Тяжесть пропускает очень много. Ну, да, пока по очкам выигрывает Орловский. Да, быстрее. Цепляет бороду. Немножко сейчас поджаржат Сергей. Да, Мастерспорт международного класса по боксу. В боксе как раз и проигрывает. Ну, хорошо, кстати, по кругу сейчас надо чуть-чуть пробить спокойно. Ну, вот он сейчас... Вот сейчас он правильно делает. Если он почувствовал, что вот скоростные качества Орловского, надо его сейчас немножко утомить, измотать вот этими клинчами. Да, завязать в клинче, конечно, тогда руки Орловского потерять свежесть. Тем более мы знаем, что Орловский, когда начинает чувствовать то, что он лучше, он начинает заводиться. Вот, 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 Сергей Харитонов еще раз попадает. И еще попадание. Сергей дождался своего момента, заждался. Подустал немножко Орловский. Вот как раз вот так. Еще раз попадает Харитонов. Ну, посмотрите. Вот уже Орловский. И все. По-моему, Сергей Харитонов. Сейчас добивание жестко. Все, все. Очередной жесткий нокаут Андрея Русского. Чуть раньше надо было рефери вмешаться. Да, конечно, я с тобой полностью власть на лик. Здесь вопросов нет. Вот как раз... Болели мы за Сергея, но уже начинает немножко нервировать. Да, нервирует, да. Андрей Харитоновский, непосторонний нам человек. Я думаю, пора, пора Андрею завязывать с этим делом. К сожалению, да, потому что, ну, вот это сейчас страшное засыпание. И, ну, да. И вот, вот, я говорю, вот как раз... Джош Барна, кстати, предсказала. Нет, как раз пошел, пошел бой по плану Харитонова. А Роджерс, сейчас извините, Олег, перевел, просто Роджерс сейчас думает, я так же бил. Ну, на самом деле, здесь, конечно, радоваться нечем. Андрюше желаем здоровья, но уже тяжелейший очередной нокаут. Нет, Харитонов грамотно провел бой, подождал, подождал, пока немножко подустанет Орловский, немножко вымахается. Повязал его немножко клинчами, утомил его вето-вязкой борьбеев. И когда скорость у Орловского чуть подупала, тогда перешел к активным действиям. Что ж, я здесь немножко еще порадуюсь, порадуюсь с меркансильной точки зрения, поспорил со многим, спорил на Сергея. Федор здесь делал ставки. Да, жалко, честно говоря. Не говори так, не говори так, я ничего не делал ставки. Жалко, что бой закончился, мне очень неприятно видеть Андрея. Ну, здесь посмотри, что... Хотя, да, болел я за Сергея, но... Я тоже болел за Сергея, но всегда не хочется, чтобы Андрей так проигрывал. Особенно вот этот, вот сейчас, вот момент. Ну, все уже понятно, уже все. Надо останавливать, останавливать. Что Орловский не держит, все. Все, ну вот он сейчас, вот здесь уже, вот здесь. Ну, Сергей тоже, можно, кстати говоря, был, вот уже левый уже не бить, уже не знаю, сильно он бил или нет, левый. Вот, по сути. Наверное, работать надо всегда до остановки. Ну, там, как остановить, там человек заснул, посмотрел, сейчас после вот этого попадания, все уже, вот, вот, все, левый, все. Ну, возможно, тут еще какая-то личная приятель сработала. Нет, ну, я, да нет, я не думаю, что тут что-то было здесь. Ну, ты видишь выражение лица. Ну, как выражение лица, как доволен человек, человек прошел в полуфинал. Ты видишь нижнюю челюсть? У него она такая, ну, у него она такая всегда была. Это Сергей Харитонов, он такой, мы его таким и любим. Он своеобразный, жесткий, ну, это Харитонов. Ну, что можно сказать, опасения наши по началу боя не подтвердились. Да, не дает страйфорс заскучать длинными боями. Пока все очень быстро. Все очень быстро. И, в принципе, так, 22 силовых удара прошли у Харитонова из 32. Да, ну, Андрей по-прежнему приводит чувство. Ни тренировки у Грега Джексона, ни тренировки у Фредди Роучи так и не помогли. Через, к сожалению, восстановить нельзя. Ведь начиналось все у Андрея Орловского. Я думаю, что какие-то тренировки у Фредди Роучи, это вообще как на галь, как не знаю, что это такое. Что там было? Для ММА, по-моему, не совсем пригодный. Тит Ортис приезжал к Фредди Роучи. Ну, он в игре зато хорошо научился Хайкики бить. Хайкики, да, в UFC 2010. Фабрица Вердом, только ему, наверное, может составить конкуренцию. И Тит Ортис, да. Какая драматичная победа сегодня. Ну, переводить, если нужно, будет. Стивен Баш, и тут. Я очень хорошо готовился. Но самое главное, что... Анатолий Харитонов сзади брат Сергея. Большая часть зрителей с России. Ребят, спасибо большое. Россия самая лучшая, номер один. Золотые слова. Россия номер один, и спасибо вам большое за этот спорт. В этой борьбе, вы взяли свое время. Не все согласились, все словами, но ты... Ну, я думаю, там зацепил, вряд ли зацепил, там, мне кажется... Да, я очень волновался. Андрей очень хороший боец. Я думаю, что... После боя мы подружимся. Потому что я уважаю этого бойца. Он... Ну, просто молодец. Просто молодец. Спасибо ему. Да, я был... Я был нервов, потому что Андрей... Он очень, очень тяжелый бойц. И я надеюсь, что мы будем друзьями после боя. Потому что я его очень ревелом. Я очень ревелом. Я очень ревелом за его skills. И его как человек. И я очень благодарю за бою. Некоторые чувствуют, что ты... Ты не феврит. Ты не должен выиграть этот турнир. Но после этого боя где ты чувствуешь, что ты стоишь в этом бою в этой турнире? Мне не плевать, что думают эксперты. Я знаю, что я выиграл турнир. Я не знаю, что я думаю, что они думают. Я знаю, что я буду выиграть этот турнир. Спасибо, Сергей. Интересный работа. Как бы... Давайте отдать. Спасибо, Сергей, за интервью. Хотелось бы, вот мне лично, чтобы он взял реваншу Джеффа Монзона, чтобы вот это недоразумение как-то... Ну, так я подозреваю, тогда было не совсем в форме. Ну, в такой форме он должен Джеффа Монзона проходить. Так, посмотрим. Уверенно. Посмотрим, что было. Кстати говоря, по проценту попаданий примерно одинаково. Ну, здесь у Орловского были не акцентируют. Скоростные удары, скорее всего. Он сделал ставку на скорость. Телеграунд Страйкс 75%, но, конечно, из них три уже было... Без Дхана. Три уже было... Скажем так, да... Не без Дхана, но, в общем-то... Федор, Олег, а вам бы хотелось увидеть в финале бой Харитонова и Федора Емельянина? Жесткий, бескомпромиссный бой, но именно в финале. Без Дхана.